Чтобы стать хорошим водителем, недостаточно знать и соблюдать все правила дорожного движения. Можно всю жизнь провести за рулем, но так и ездить по крайней правой полосе, соблюдая правила, но при этом бояться каждой проезжающей машины. Довольно чувствовать себя новичком, пора становиться увереннее, чувствовать скорость, сцепление и свою машину. Сегодня освоим габариты, а за помощью обратимся к инструктору по вождению. Здравствуйте, Денис. Здравствуйте. Я к вам за помощью. Хочу научиться чувствовать габариты своего автомобиля. Поможете? Помогу. Для этого есть пара упражнений, с которых мы сейчас и начнем. Первое упражнение – почувствовать передний габарит машины. Для этого мы выставляем фишки. Подъезжаем как можно ближе к ним. Когда вам покажется, что все, мы уходим и смотрим, сколько места еще осталось для них. А насколько близко нужно подъехать? Где-то пол или метр или пол. Как вам покажется, что все, вы останавливаетесь, мы уходим и смотрим. Вы их немножко задели. Для того, чтобы такого не происходило, это упражнение нужно повторить 4-5 раз. Так, следующее. Теперь чувствуем заднюю часть автомобиля, габариты задней части автомобиля. Это упражнение очень похоже на первое, которое мы с вами делали, только также подъезжаете как можно ближе, но оставляете метр в пол. Смотрите в зеркало заднего вида, подъезжаете, выходите. Оборачиваться нельзя? Оборачиваться не надо. Выходим и смотрим. Все, как мы просили, осталось где-то полметра. И это расстояние запомнить. Именно с зеркало заднего вида расстояние до вот этой кишки. Бывают разные машины. Вот у вас кичбэк, на нем проще, потому что нет багажника. На седании багажник есть, и вот это расстояние нужно учитывать самого багажника. А если нужно проехать между двумя машинами или какое-нибудь узкое пространство? Для этого у нас тоже есть упражнение. Боковой габарит слева и справа. Ваша задача? Дай угадаю, дай угадаю. Проехать и не зацепить зеркало. Да. И остановиться напротив нее, чтобы посмотреть опять же боковое расстояние, которое у вас осталось. Почти. Чтобы закрепить это упражнение, мы смоделируем ситуацию, как будто в реальной жизни, с плотным потоком в ограниченном пространстве. С ограниченным боковым интервалом. Выставляем фишку сюда, с правой стороны. Выставляем фишку с левой стороны. И примерно на 20-30 км в час проезжаем сквозь туннельные ворота. Ну что, получилось? У вас получилось очень хорошо. Вы прекрасно почувствуете габариты, боковой габарит автомобиля. Спасибо большое за упражнения, за советы. Я думаю, они очень пригодятся в жизни не только мне, но и нашим телезрителям. Пожалуйста, удачи на дорогах. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok